Лечь на хирургический стол ради исправления носа человек может по двум причинам. Потому что не может жить с несовершенной, по его мнению, формой, либо не может нормально дышать из-за гайморита, ринита, смещённой перегородки и других патологий. Сегодня речь пойдёт именно о них. Стало проще обнаружить какие-то анатомические предпосылки просто для того же самого хронического гайморита и, соответственно, лечение провести более функциональное. Если раньше делали проколы, там, каждый год по многу раз, то сейчас делается одна операция, и чаще всего человек избавляется от необходимости ежегодных этих проколов. Всему этому предшествует диагностика. В современных клиниках всё проводят с помощью эндоскопа и других методик, которые позволяют увидеть первоисточник проблемы и без затруднений поставить диагноз. А иногда и изменить его. Гайморит может оказаться смещённой перегородкой, а хронический ринит – врождённым дефектом. Не дышит ребёнок, значит, аденоид, значит, удаляют. Часто их там нет, либо там ещё аденоидит хронический, либо ещё какие-то проблемы. Это сначала визуализируется, то есть уточняется диагноз. Соответственно, более какое-то уже целенаправленное лечение. Не всегда может быть удаление. Если после диагностики всё же показана операция, это не стоит воспринимать слишком драматично. Современное оборудование и методики оперативного вмешательства позволяют провести такую операцию быстро, эффективно, практически без крови и без долгого пребывания в стационаре. Анестезиологическое пособие изменилось, анестезиологический ракост стал переносить человек более легче, что позволило делать это в длинном стационаре. Ну и, наверное, сама техника хирургическая стала более щадящей, более функциональной, менее травматичной, что позволяет избежать каких-то кровотечений сильных. Наблюдение обычно не требуется. В течение нескольких суток, соответственно, не требуется пребывание в стационаре. После наблюдения в палате пробуждения, там, в течение от 4 до 6 часов, люди, в принципе, могут уехать домой уже. Кашель, насморк и другие проблемы с органами дыхания чаще всего подвергаются печально известному методу самолечения. Наверняка у каждого из нас есть пара-тройка народных рецептов и наименований, ну, очень эффективных препаратов. Мнение специалистов по этому вопросу можно даже не озвучивать. Если проблемы не проходят несколько дней, конечно, желательно обратиться ко врачу, потому что можно, в принципе, приобрести медикаментозную зависимость и ухудшить ситуацию. Та же самая зависимость от сосудосуживающих капель. Шмыгающие люди с носовыми платочками чаще всего встречаются в осенне-зимний период времени, но тема профилактики, диагностики и лечения всех этих проблем не имеет сезонности. Главное – не затягивать.